Денис Бутырский, советский спорт. Денис Бутырский, советский спорт. Он сказал, как важна лига европейская для команды и какие их приоритеты. Мы не делаем разделение по настрою, по мотивации Лиги чемпионов, Лиги Европы или чемпионат России. Другое дело, что мы научились переключаться. Я думаю, что положение в турнире и таблице в чемпионате не отразится на завтрашнем матче. Мы не distinguим между европейской Лигой и русским чемпионатом. Мы играем так же хорошо, и я не думаю, что это будет повредить нашу матчу. Я не думаю, что это будет повредить нашу генератору и нашу матчу. У меня похожий вопрос Роману. Главный тренер Анжи Гаджи Гаджиев сказал, что для его команды Лига Европы является обузой. Можно я сказать, что для вас это в некотором роде отдушно, потому что дела в чемпионате России у Рубина не слишком весело идут? Я думаю, что для нас это не так. Мы хотим до конца дойти в Лигу Европы и в чемпионате. Конечно, нам надо улучшить ситуацию. Я не скажу, что это для нас, потому что мы хотим до конца европейской Лиги и в чемпионате. Так как в европейской Лиге и в русских чемпионатах. Вопрос к Курбану Бекевичу. Вы правильно сказали. Уиген располагает достаточно квалифицированными футболистами. Поэтому особое настроение не нужно. Это первое и второе. По Лиге Европы у меня вообще нет претензий по отношению. Вы правильно сказали, что Уиген имеет много экспериментов и хорошо квалифицированных игр. И в отношении Европейской Лиги я не имею проблем с Европейской Лигой. Вопрос к Курбану Бекевичу. Почему в чемпионате России Рубин выступает гораздо хуже, чем в Лиге Европы? И можно ли говорить, что низкий уровень судейства – одна из главных причин неудачного выступления Рубина в российском первенстве? Вопрос к Курбану Бекевичу. Вопрос к Курбану Бекевичу. Почему Рубин обычно играет гораздо лучше в Лиге Европейской Лиге, чем в Русских чемпионатах? И может ли эффективность реферирующего матча? Я думаю, что сегодня пресс-конференция о завтрашнем матче, а не о чемпионате России. Поэтому я спросил вопрос о завтрашнем матче. Сегодня пресс-конференция о завтрашнем матче, а не о чемпионате Европейской Лиги. Если у вас есть вопросы о завтрашнем матче, пожалуйста, спросите. Олан Койл говорит, что это будет тяжелее игрок для Виган Атлетик. Что вы думаете о Виган Атлетик в этом сезоне? Я думаю, что она тоже будет очень сложной. Я думаю, что это будет тяжелее игрок для нас. Что вы думаете о Виган Атлетик в этом сезоне? Во-первых, мне очень нравится команда. И по чемпионату, которые мы смотрели, и выезжали на нас скауты. Мы с селекционерами смотрели игру живьем в несколько матчей. Поэтому команда достаточно прибавила функциональность в последних матчах и выглядит очень мощно. Еще раз повторяю, что квалифицированный футболист. Я люблю команда Виган Атлетик. Как я уже говорил в моих предыдущих ответах, что команда имеет много хорошо квалифицированных игр. И мы смотрели Виган Атлетик, и мы провели какие-то Виган Атлетики, и мы знаем, что они играют хорошо. Он увидел прошлый матч против Марибор, когда Виган играл очень хорошо? Он впечатлялся с этой перформацией? Вы смотрели матч между Виганом и Марибором? Как вам понравился этот матч? Достаточно мощно провела команда эта матч. И я думаю, что один из Виган фаворит группы. Уиган играл очень сильно. И я думаю, что Виган – это один из фаворитов в группе. Какие бы Вы назвали, в первую очередь, козыри соперников, и в чем главные сильные черты Вигана, на Ваш взгляд? Важно. Вопрос. Восстатый тендарь – это самый самый аккорд. Повторим, что, в целом, делают эту команду очень мощно. Как я уже говорила, что команда полна квалифицированных игр, и когда они на пляже, они дают все. Это очень важно. И их функциональные стандарты уничтожены довольно много. Пожалуйста, вопросы. Еще вопросы? Ни вопросов? Может быть, менее серьезный вопрос, но тем не менее, был ли кто-то в составе Рубина из футболистов, кто не знал, что сейчас Рубина уступает в чемпионшин, и думал, что это команда премьер-лиги? Может быть. Нет, я не знаю. Он сказал, что вопрос был немного смысл. Он сказал, что есть кто-то в команде, кто не знал, что они играют с командой премьер-лигой, что они играют в таком высшем уровне? Все-таки эта команда Кубок выиграла, английский. Такое маловероятно. Наша команда очень серьезная относится к этой команде, поэтому... Так, пожалуйста. Пусть нет вопросов. Еще больше вопросов? Да. Ну, давайте. Сильно ли сказывается на игре Рубина отсутствие травмированного нападающего Соломона Рандона? Соломон Рандона. Соломон Рандона, он встал с отражением. Как это влияет на игра? Да, нам его очень не хватает, потому что с ним было очень много связано в атаке. Мы его нанесли, потому что он играл важную часть в атаках. Еще один вопрос. Как бы вы оценили физическое состояние нападающего Руслана Мухаммедшина? Недавно он говорил, что он еще не совсем готов к сезону. Как вы оценили физическое состояние нападающего Руслана Мухаммедшина? Потому что раньше он говорил, что он не хватает в начале сезона. Да, я согласен с Русланом, но мы даем ему возможность периодически играть, набирать форму, как за счет игр, так и в тренировочном процессе. Ну, я согласен с Русланом, но мы даем нашим игрокам возможность вернуться в футболе во время тренировки и во время матчей. Это вопрос для Роман. Он смотрит много английского футбола, и он знаком с многими игроками Виггана? Да, конечно, я думаю, что все смотрят английский футбол. Роман говорит, что все смотрят английский футбол. Некоторые игроки, которые я знаю из команды, Малони, я помню, когда он играл в команде Селтик. Говорит, что он знает многих игроков и знает Малони еще со времен, когда он играл в команде Селтик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова